МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня». Мы еще и еще раз сегодня, отправляя наш гуманитарный конвой, мы говорим нашим братьям на Украине, что мы с ними были всегда и будем вместе. КПРФ отправила на юго-восток Украины очередной 63-й гуманитарный конвой. Мы должны прекрасно понимать, что за дело, которое сейчас беремся, это дело абсолютно праведное. Мы правы в своих поисках и способах возвращения стране и народу в будущее. В Москве прошел семинар-совещание кандидатов от КПРФ в депутаты местного самоуправления. Работники хотят, абсолютно не скрывая, заявлять о том, что они являются нашими членами, не бояться этого. Ну и, соответственно, они хотят конструктивного какого-то решения проблем. Бой продолжается. В нашей студии председатель независимого профсоюза работников Мосгортранса Юрий Дашков. 26 июня с площадки подмосковного совхоза имени Ленина КПРФ отправила уже 63-й гуманитарный конвой на Донбасс. В машинах более 20 тонн продуктов питания, макаронные изделия, крупы, сахар, консервы. Помимо этого, жителям Донецкой и Луганской народных республик регулярно отправляют строительные материалы для восстановления инфраструктуры. Мы еще и еще раз сегодня, отправляя наш гуманитарный конвой, говорим нашим братьям на Украине, что мы с ними были всегда и будем вместе. Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин вручил всем, кто активно участвует в сборе гуманитарной помощи, памятные медали в честь столетия Великого Октября. С 24 июня на Донбассе действует режим прекращения огня. Новые договоренности были достигнуты на последнем заседании контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. По итогам встречи стороны объявили режим тишины на время сбора урожая с 24 июня по 31 августа. Но Киев в очередной раз срывает выполнение минских договоренностей. По сообщениям информагентств, только за последние сутки украинские силовики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Мы убеждены, что пройдет время и кануты лета вот эти националисты, вот эти бандеровцы и фашисты, которые сегодня жаждут крови, разрушения, ничего не делают для того, чтобы возрождать производство, заниматься наукой. Вся власть муниципальным советом. Под таким лозунгом в Москве в концертном зале Измайлова прошел семинар совещания кандидатов от КПРФ в депутаты местного самоуправления. Подробнее о мероприятии расскажет Рустам Сабанчеев. Семинар совещания в концертном зале Измайлова состоялся в преддверии муниципальных выборов в органы местного самоуправления. Они пройдут уже 10 сентября этого года. Свою команду столичный комитет формировал не только из членов партии, но и из беспартийных активистов, чьи взгляды не противоречат программным предложениям. Исключительно важно, чтобы каждый наш кандидат чувствовал, что он ответственен перед теми, кто завтра за него проголосует. Но чтобы за него проголосовали, надо иметь программу, сильную команду, реальную возможность исправить положение к лучшему. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, у московского горкома есть достойная команда и есть реальная программа. Компартия способна не только соперничать с партией власти и оппонентами, но и исправить положение дел в столице. К слову, Москва – один из самых проблемных регионов России. Жители нашего города страдают от перенаселения, искусственно создаваемой мэрией с целью увеличения сверхдешевой рабочей силы. Москвичи страдают от постоянных градостроительных экспериментов, приносящих несметную прибыль в машну столичной олигархии. Они измучены пробками дурной экологии, страшной дороговизны, а не это москвичи, а не олигархи. Сегодня коммунисты готовы предложить москвичам программы по благоустройству столицы, градостроительной политики и реновации, принять меры, которые улучшат ситуацию в сферах образования и здравоохранения. Для нас эти выборы – это не просто участие, для нас это реализация нашей содержательной программы, которую мы опробировали и подготовили на базе тех экспертов, мнений, экспертных мнений, которые собирали долгие годы. Всего в муниципальных выборах будут участвовать полторы тысячи кандидатов, поддерживаемых Компартией. Лозунг семинара совещания «Вся власть муниципальным советом» был выбран не случайно. По мнению коммунистов, выборы в органы местного самоуправления – это выборы, которые решают все. Для нас принципиально важно, чтобы в Москве местные советы разных уровней представляли полноценных граждан. Это и будет народный совет коммунистов, беспартийных патриотов, женщин, студентов, ветеранов, тех, кто, собственно, служил достойно в армии. Это будет действительно народное представительство. Муниципальные выборы – это еще и шаг к предстоящим выборам мэра Москвы. Они состоятся в 2018 году. Уже известен кандидат от Компартии. Им станет Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме. Рустам Сабанчеев, «Красная линия». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов принял участие в работе Международного оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В начале своего выступления он поделился воспоминаниями. В молодости, признался председатель ЦК Компартии, ему нравились фестивальные движения. С детства и с молодости занимался комсомолом, молодежным движением. Готовил 10-й фестиваль в Берлине в то сложное и ответственное время. Готовил два фестиваля в Москве. Поэтому у нас есть опыт не только участия, но и активной подготовки. Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи и Москве. В его организации примет участие КПРФ и Народный патриотический союз, в который входят около 200 организаций. Один из дней молодежного форума будет посвящен столетию Великого октября. Геннадий Зюганов ознакомил оргкомитет фестиваля с планами Компартии по празднованию этой знаменательной даты. Мы будем принимать 150 примерно делегаций со всех стран и континентов, посвященных столетию. Начнем в городе Ленина, Санкт-Петербурге. У нас там будет в Таврическом дворце, где Ленин провозгласил впервые в истории советскую власть, в основе которой лежала идея справедливости и гуманизма. Начнем в этом огромном зале свое заседание торжественное. Затем посетят Смольник, где была впервые провозглашена советская власть на планете. В Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс подготовил Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Согласно законопроекту, наказание за дачу и получение взятки увеличивается до 4 лет лишения свободы. Коротко о других новостях в стране. С начала летней оздоровительной кампании Роспотребнадзор закрыл 13 несанкционированных детских лагерей. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова. Она подчеркнула, что все эти учреждения закрыты, дети отправлены домой, а родителям возмещен материальный ущерб за оплату отдыха. Авиакомпания «Аэрофлот» не будет принимать назад пилотов, которые уволились ради работы в Китае. Об этом заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Ранее сообщалось, что за последние 2,5 года на работу в Азию отправились более 300 командиров воздушных судов и инструкторов. Россияне назвали Иосифа Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов. Таковы результаты опроса Левада-центра. Вторыми по значимости в истории стали президент Владимир Путин и поэт Александр Пушкин. Третье место в рейтинге выдающихся людей занял Владимир Ленин. Ночь русского балета прошла в московском метро. Партии из всемирно известных спектаклей «Лебединое озеро Дон Кихот-Щелкунчик» исполнили артисты кремлевского балета. Акция была приурочена к проходящему в России Кубку конфедерации «ФИФА». Давление на сотрудников Мосгортранса продолжается. После выхода на нашем канале специального репортажа «Анатомия Мосгортранса» руководство предприятия лишает водителей премий за активную позицию, требование предоставит комфортные условия для работы и ищет все новые поводы для увольнения сотрудников. В распоряжении нашего канала также оказалось письмо за подписью заместителя генерального директора Мосгортранса Алексея Величко. В нем замгендиректора отдал распоряжение не принимать на работу ранее уволенных на любых основаниях работников. Водители автобусов, троллейбусов и трамваев присылают в нашу редакцию видеоматериалы, в которых рассказывают о состоянии транспортного парка столицы. 9 числа была подана заявка. Кнопка задней двери не открывает двери. Раз 5, 6, 10 нажмешь, тогда открываются. Люди нервничают. Также 9 числа была подана заявка не только на двери, но и на стоп-сигнал. Как видите, стоп-сигнал не помененный, ничего не сделано. Как выезжать, не знаю. Вот здесь включается аккумулярная батарея в салоне. Замки для этого щита сломаны. И вот так вот на скотч все просто-напросто на скотч заклеивают водители, чтобы не болталась дверь, чтобы не зацепила пассажиров, чтобы дети туда не лезли. Вот такое простое приспособление – скотч. После возросшего давления на водителей, руководство Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта приняло решение проводить регулярные собрания. Там работникам Мосгортранса оказывают всю необходимую юридическую поддержку. В нашей студии председатель независимого профсоюза работников Мосгортранса Юрий Дашков. Юрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Какую юридическую поддержку получают работники Мосгортранса? Работники Мосгортранса получают исключительно поддержку от нашего независимого профсоюза. у нас организована приемная, где оказывают юрисквалифицированную помощь, то есть это консультация по трудовым вопросам, даже бывает обращаются по своим каким-то домашним вопросам, делам. Плюс мы обратились за помощью в Коммунистическую партию Российской Федерации для того, чтобы отстоять права наших членов. И сегодняшний день идут про судебные процессы, в том числе по вопросу о клевете мы сейчас вот готовимся. Таким способом пытаемся бороться. Получен ли ответ на запрос, который составляли работники совместно с представителем профсоюза и с депутатами фракции КПР в Мосгордуме? Нет, на сегодняшний день ответа еще пока не получено, то есть я так предполагаю, что ведутся еще проверки. Значит, председатели первичной нашей профсоюзной организации третьего автобусного парка прислали ответ с трудовой инспекцией, там проходила проверка и два должностных лица привлечены к административной ответственности за переработку. Что предпринимает руководство Мосгордранса для урегулирования ситуации? Как-то пытаются идти на контакт? Нет, к сожалению, на контакт они не идут. Конструктивного диалога они всячески избегают. Напротив, пытаются устраивать какие-то вот эти нехорошие ситуации, включая судебные дела. Мы призывали и призываем к конструктивному диалогу. Мы всегда готовы и открыты. Мы не их конфликтных нехороших ситуаций, поэтому мы призываем к тому, чтобы сесть все-таки за стол переговоров, начать конструктивный диалог, ну и помогать друг другу в работе. А чем объясняет руководство такое нежелание идти на встречу, на диалог с работниками? Они объясняют тем, что у них есть официозный ФНПРовский профсоюз. Других они знать и разговаривать не хотят, но, соответственно, профсоюз ФНПР полностью лежит под работодателем и исполняет только волю работодателя. Интерес работников они не защищают. А вот проверяющие органы, которые приходили, приходят, они встают на сторону все-таки работников или руководства? Да, вы знаете, встают на сторону именно работников. Был ряд проверок из трудовой инспекции, из управления государственного автодорожного надзора по городу Москве, из прокуратуры Российской Федерации, то есть по городу Москве. Решения, они однозначные, то есть нарушения имеются и, к сожалению, такие нарушения не исправляются. То есть временно какой-то эффект есть, то есть на какое-то время они устраняют все, да, тишина, но потом, когда мы снова иницируем эти проверки, выяснять, что все как было, так и осталось. Может быть, наказание для руководства не слишком тяжкое? Вы знаете, дело в том, что в трудовом законодательстве, включая административный кодекс, значит, предусмотрена статья 5.27 административного кодекса, где указано, что за неоднократное нарушение трудового законодательства работодатель отстраняется на срок до трех лет от занимаемой должности. Вот, но в связи с тем, что работодатели постоянно меняются, то есть их переводят из парка в парк, вот добиться вот этого результата у нас пока не получается. Но мы не ставим такую цель, мы ставим цель именно достичь конструктивного диалога и помогать все-таки друг другу в работе. Чего работники ждут вот этой ситуации? Какой итог должен быть? Работники прежде всего ждут, когда наконец закончится вот эта вот конфликтная ситуация, которую развил Мосгортранс. Работники хотят, абсолютно не скрывая, заявлять о том, что они являются нашими членами, не боятся этого. Ну и, соответственно, они хотят конструктивного какого-то решения проблем. То есть проблем много, их нужно решать, но, к сожалению, на сегодняшний день не решается. Как думаете, есть какой-то шанс вот урегулировать мирный этот конфликт или все-таки придется перенести вот эти все судебные тяжбы? Вы знаете, сложный вопрос. Я думаю, что шанс есть всегда. Было бы желание. На сегодняшний день у нас такое желание есть, мы это не скрываем. Ну, а если желание у ГУП Мосгортранс, я думаю, в ближайшее время увидим, они все-таки должны как-то нам ответить. Если они хотят все-таки продолжать вот эту конфликтную ситуацию, значит, нам деваться будет некуда, мы должны будем отвечать. Если все-таки они удосужатся на конструктивный диалог, сесть все-таки за стол переговоров и прислушаться к нашим мнениям, устранить ряд недостатков, то мы будем только рады, мы готовы работать совместно. Юрий Владимирович, я благодарю вас за беседу. Большое спасибо, что вы пришли к нам. Я напоминаю, что в нашей студии был председатель независимого профсоюза работников Мосгортранса Юрий Дашков. Недавно состоялась встреча директора северо-восточного филиала Мосгортранса Андрея Назарова с депутатом фракции КПРФ в Госдуме Денисом Парфеновым. На встрече Андрей Назаров признал недостатки в работе организации, высказанной членами независимого профсоюза, и пообещал устранить их в кратчайшие сроки. Мы будем следить за развитием событий. Президент Украины Петр Порошенко назвал газопровод «Северный поток-2» одной из главных угроз для страны. По его словам, проект направлен на то, чтобы лишить Украину доходов от транзита газа. Коротко о других новостях в мире. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал проведение переговоров по Украине в нормандском формате с привлечением ОБСЕ. Об этом он заявил в ходе встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Париже. Макрон подчеркнул, что встреча нормандской четверки состоится в ближайшее время. Российские военные доставили продукты питания и медикаменты в больницу сирийского города Альвар. Он был освобожден от боевиков в мае нынешнего года. Вместе с колонной гуманитарной помощи прибыли и российские врачи, которые сразу же приступили к оказанию помощи пациентам больницы. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила соглашение с руководством Северо-Ирландской демократической юнионистской партии о создании коалиции в британском парламенте. Таким образом, Мэй заручилась необходимой поддержкой в преддверии важного голосования в парламенте и заявила, что этот договор позволит в том числе успешно реализовать выход Великобритании из Евросоюза. Десятки тысяч немцев, голландцев и бельгийцев выстроились в живую цепь длиной 90 километров по территории трех сопредельных стран Бельгии, Нидерландов и Германии. Участники акции потребовали закрыть выработавшие свой ресурс две бельгийские атомные электростанции, так как они могут представлять угрозу местному населению. Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову исполнилось 73 года. Свой день рождения Геннадий Андреевич встретил на рабочем месте. Уже почти четверть века он остается бессменным лидером фракции КПРФ в Государственной Думе. Сам Геннадий Зюганов признается, главной партией для него всегда была Россия, а главными символами справедливость, дружба народов и труд. Ваш день рождения в этом году совпал с очень знаменательным событием со столетиями Великой Октябрьской социалистической революции. Вы, конечно, знаете, во многом по вашей инициативе наша партия выпустила юбилейную медаль, но вы не знаете о том, что решением президиума ЦК вы тоже награждаетесь этой медалью. И по поручению президиума я с удовольствием вместе со своими товарищами, коллегами, молодыми нашими друзьями вручаю эту награду в присутствии посла Беларуси в Российской Федерации. Поздравлять Геннадия Андреевича начали с самого утра. Одними из первых были коллеги члены Центрального комитета Компартии и депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе. Следом представители Московского педагогического университета, профсоюзы, сотрудники партийных СМИ. От президента Белоруссии Александра Лукашенко поздравление передал посол республики в России. Спасибо огромное. Вы всегда являлись последовательным, истинным, надежным другом не только белорусско-российских отношений. Вот весь дух, братство, искренность вы вкладываете во все моменты наших отношений. Геннадий Зюганову позвонили и из Кремля. Его поздравил Владимир Путин. Беседа была и дружеской, и рабочей одновременно. Геннадий Андреевич поблагодарил президента за выделение субсидий на строительство Артека. Наша редакция присоединяется ко всем поздравлениям. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.